Новорожи Не ворожи печаль, на ворожи любовь, на ворожи, на ворожи судьба. Разделила нас река, вот тебе моя рука, хватит строить замки из песка. Если вдруг откажешь мне, снова попрошу, на ворожи судьба. Лукина защитить ее. Таня сообщает Мике о своей беременности. Боб просит Нику переехать с ним к отцу. Лукин уговаривает Евгению вызвать Анатолия навстречу. Линда появляется у Шматова и обвиняет его в убийстве своей семьи. То есть ты действительно считаешь, что я не справлюсь с делами, да? Если честно, то да. Митя, ты слишком веришь людям. А в бизнесе иногда такие персонажи попадаются, их гораздо больше, чем честных людей. Согласен. И опыта у меня очень мало. Да. Таня, скажи, а вот если... А если Павел Андреевич будет мне помогать, ты согласишься? Я не думала об этом. Ну... Наверное, да. Если папа скажет, да. Ты знаешь, если будет речь идти еще об одном внуке или внучке, да куда он денется-то? Ну, папа, конечно, справится гораздо лучше меня. Ну, я знаю, с чем ты справишься лучше всех на земле. С чем? С рождением и воспитанием нашего малыша. Ты будешь потрясающей мамой, Танюша. Представляешь, представляешь, ты будешь мамой, мамой. Кодовое слово? Угу. Мама. Работает? Ой, Митя, я даже не знаю, ну как ты можешь меня так уговаривать? Ты на меня так воздействуешь? Наверное, знаешь, какой-то секрет? Я хочу ребенка. Я сама хочу. Очень хочу, правда. Просто... Понимаешь, это же совершенно изменит всю жизнь. Да, я боюсь. Танюша... Я боюсь, что вот в этой жизни я потеряю, я упущу. Танюш, ты не понимаешь-то, но ребенок, он не будет мешать. Он будет только помогать. Ну, вот увидишь. Танюш, ты не понимаешь? Да. Осталось подождать только лет 17-18. Почему? Пока у нас появится новый помощник. А-а-а. Ну что, будем ждать? С сегодняшнего дня. Угу. Время пошло. Ну что, Герочка, спасибо за сегодняшний вечер. Такой неожиданный. Вам спасибо. Ты действительно замечательно танцуешь. Угу. Мне тоже. Спасибо. Ой, прям даже не знаю, что сказать домашним. Как объяснить этот букет? Не надо ничего объяснять. Скажите, что у вас кавалер появится. Правильно. Правильно. Так и скажу. Так и скажу. Пусть голову немножечко поломает. Да, безбранно. Ну ладно. Подожди. Гера, ты преувеличиваешь свои возможности. Пока. Ну так что? Ты собираешься мне сейчас рассказать, кто убил всю мою семью? Кто пытался убить Ирину, да? Не надо. Я и так все знаю. Я все прекрасно знаю. Ну давай. Давай, наберись мужества. Давай перед смертью расскажи мне все. Не будь подонком. Ты и так всю жизнь как подонок прожил. А помнишь, ведь когда ты был нормальным человеком? Когда ты приходил к нам в гости. Помнишь, я у тебя на ручках сидела. Маленькая такая девочка голубоглазая. Помнишь? Мы с тобой пили чай перед камином. Помнишь все это? Ну давай, давай, соберись. Исповедуйся перед смертью. Давай, давай. Субтитры подогнал «Симон» Танюш, ты даже не представляешь, как я рад, что у нас будет малыш. Я сама не могу в это поверить. Мне нужно как-то с этим походить, пожить, привыкнуть, что ли. Ну, у тебя еще будет время и походить, и привыкнуть к этому. Слушай, а... Да. О фирме ты... Ты не волнуйся. Я тебе обещаю, что по любому вопросу я буду советоваться с тобой. Да, и не делать больше ничего, пообещай мне, что мне не понравится. Например, не пытаться больше пристроить нашу фирму к Геру. Ну, тут такое дело, ну... В общем, Гера, он фактически работает в нашей фирме. Как это работает? Ну, Таня, я... Ну, я-то тут ни при чем, просто его взяла на работу твоя мама в свой салон. Подожди. Ты знал об этом? И ты мне ничего не сказал? Вот, сказал. Нет, а раньше? Ты ничего не сказал мне раньше, когда я могла бы предупредить маму. Витя, неужели ты ничего не понимаешь? Тань, Тань, послушай меня. Я... Я даже рад, что... Ну, что Гера работает с твоей мамой. И я посоветовал Гере обратиться к твоей маме за помощью. Как ты мог? Ой, какие цветочки я купила. Прелестный букет. Правильно, что купила. Потому что цветы вносят в дом жизнь. Еще чего. Никогда в жизни не покупала себе букеты, впредь не собираюсь. Женщине цветы должны дарить мужчины. Ой, да как это тебе мужчину, что ли, подарила? Ну, естественно. Ой, надо же. Что значит надо же? А что тебя удивляет? Я что, по-твоему, не могу нравиться мужчине? Нет, я этого не говорила. Нет, ну ты не говорила, но подумала. Неваляй, о чем я могу думать? А зря. Я, между прочим, еще не так стара, крайне привлекательна. И вполне могу увлечь мужчину, что ты мне так смотришь. Даже молодого. Ну и какой молодой кавалер тебе-то подарил? Ой, цветочки. Боюсь, ты меня не поймешь, мамочка. А ты скажи, я пойму. Я мама хорошая. Ну, хоть нюхать, а. Хорошие цветут. Девушка с гиацинтами. Отдай, занюхалась. Ирка. Ирка все время стоит перед глазами. Господи, только бы она выжила. Ну, перестань. Ну, будем думать о хорошем. Да, будем. А Линда так и не нашлась. И ты все равно не хочешь ее подозревать. Считаешь ее невиновной. Не хочу. А тебе эта мысль вообще когда-нибудь приходила в голову? Или ты все равно оправдываешь ее, чтобы она там не сделала? Лиза, приходила мне эта мысль. Приходила. Следователь, кстати, тоже. Только вот я поразмысливо отбросил ее. А Лукин по-прежнему подозревает ее. Ну, вот видишь. А тебе не кажется, что, может быть, ты не знаешь того, что знают они? Не кажется? Я не знаю. Надо же, а? Попугать меня хотела. Дура. Офа. Наш, тебя чуть не убил, а? Да. Выходит, ты мне жизнь спас. Ну, что мне теперь с этой идиоткой делать? Я не знаю, может, может, ты на милицию позвонишь, а? Ничего не надо. Лучше позови охранника и уходи отсюда. Уходи. Отец, я тебя сейчас не брошу. В такой момент твое присутствие мне будет только мешать, понимаешь? Если хочешь, если хочешь чем-то помочь. Лучше уйди. А ты с ней ничего не сделаешь? Ну, не задавай ты идиот. Ну, не задавай ты идиотских вопросов. Быстро позови охранника, пока она не очухалась. Храна. Храна! Как ты мог, Митя, ну как ты мог действовать за моей спиной? Ты вообще не имеешь права принимать решения без меня. Погоди. То есть я вообще не имею права принимать никаких самостоятельных решений? Такие, да. Тем более мы обо всем договорились уже. Да, договорились. Но мы договорились о нашей фирме. Да. А у Любовь с Анной свой собственный салон. Ей нужен был опытный специалист. И она выбрала Геру. Дань, признай. Вот из нас троих только один Гера. Настоящий профессионал. Настоящий профессиональный предатель. Опытный, высококвалифицированный предатель. Которого не могут распознать даже близкие люди. Привет. О-о-о. А я вижу, совсем не рад меня видеть, да? Ты удивительно догадлива. Я не рад тебя видеть. Поэтому говори быстро и до свидания. Солнышко мое, скажи мне, разве ты по мне совсем не соскучился? Ну, котик. Не соскучился. Вот я бы тебе даже очень, ты знаешь, я бы тебе так скучал. Ну, 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 мальчик мой сладкий. Сдася, я тебе не верю. Ты знаешь, в общем-то, правильно делаешь, что не веришь. А че ты туда пришла? Че тебе надо? Да жить мне негде. Можно у тебя чуть-чуть поживу? Хорошо? Я была в ресторане. С Герой. А-а-а! Что с тобой, мама? Это, значит, этот подлинненький наш зятёк подарил тебе этот веник. И какого чёрта ты принесла эти цветы от него сюда в дом? Че ты веник. Прекрасные цветы. Никакой не подлинненький. И потом, во-первых, он мне давно не зять. А во-вторых, все наши проблемы давным-давно остались в прошлом. А теперь он на меня работает. Час отчество не легче. Мне кажется, у тебя крышу совсем снесло, совсем. Мама, с моей крышей всё в порядке. Я прекрасно знаю, что и как, и зачем мне делать. Я сомневаюсь. В твою глупую голову вообще здравый смысл покинул совсем. А вот посмотрим. Пройдёт полгодика. И там видно будет, кого оставил здравый смысл, а кого нет. Ну и с какой же такой дальновидной целью ты взяла этого мерзавца на работу? Отвечай. Следователь считает, что Линда хотела убить Ирину из-за того, что она слишком много о ней знала. Это какой-то надуманный мотив. Жалко, что других нет. Ну почему ты считаешь, что это надуманный мотив? Мне кажется, что он вполне вероятный. Что? Что такого могла знать Ирина о Линде? Неприступница она, понимаешь? Нет. Ирка могла что-то знать, но сейчас она без сознания, и мы можем об этом только догадываться. Ну да. Вообще, почему ты так её активно защищаешь? Это не объективно, Матвей. Слушай, мне кажется, я знаю, что могла подумать Линда. Что? Смотри, она одержима местью. Она хочет отомстить тебе за смерть своей семьи, ведь так? Ну да, 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 я это знаю. Причём здесь Ира? Ирина моя сестра. Линда знает, что я твоя жена. Ирина в какой-то степени твоя родственница, значит, член твоей семьи. Ну, ведь так? Погоди, стой. То есть ты хочешь сказать, что Линда мстит моей семье? Ну, конечно. За гибель своей? Ну, конечно. То есть, получается, во всём, во всём виноват опять я? Нет. Нет, ты ни в чём не виноват, ни в чём. Господи, ну, не думай об этом. Ну, кто знал, что всё так получится, Матвей? КОНЕЦ Ну что, рад встрече со своей подружкой? Холодно здесь, как-то неуютно. Знаешь, мне не нравятся девушки с пистолетом. Очень не нравятся. Где? Можешь считать, что ты находишься у меня в гостях. Хотя и без приглашения. Бывает и такое. И что вы само собираетесь делать? А вот что бы ты и сделала на нашем месте? Тань, ну давай не будем ссориться. Тем более теперь. Тем более, что Геру на работу взял не я, а твоя мама. И это ее решение и ее, между прочим, право. Но она просто не понимает, какую глупость она совершила. После ухода отца она в отчаянии. Она делает одну глупость за другой. Тань, ну почему ты так категорична? Любовь-то, она действительно совсем недавно в этом бизнесе. Ей нужен человек, который разбирается во всем и может дать дельный совет. Дельный совет. Да Гера может надавать таких умных советов, что либо разорит, либо в тюрьму посадит. И с Гером это проходили. Да просто его нужно контролировать, и тогда все будет хорошо. Замолчи, Мит. Мне кажется, что Гера вас всех загипнотизировал. И тебя, и маму. Но со мной ему это не удастся. И я свою мать в обиду не дам. И что теперь? А я ей все объясню. Подожди. Подожди. Поверь, мама, причин взять Геру на работу у меня было предостаточно, поверь. Нет, ну что это за туманные намеки? Зачем наступать на те же самые грабли? А я не наступаю на те же самые грабли. Моя цель – отомстить Гере за все, что он нам устроил. Люба, ты сейчас просто как Мария Медича. Ты еще не собираешься кого-то отравить? Пока об этом не думала. Но я взяла его на работу, я приближу его к себе, выжму из него все соки, а потом выкину с позором на улицу. Это будет конец. После этого он никогда не поднимется. Любочка, доченька моя дорогая, может, тебе лезть в психиатричку полечиться? Ты знаешь, Стась, я пока живу один, и мне это нравится. Да? Может, так? Да, так. А так, какая разница, один или не один, главное, что без тебя. Вообще-то, знаешь, мне кажется, было бы глупо с моей стороны радоваться твоему обществу. Герочка, солнце мое, ты не думаешь, что пора уже меня как-то простить? Ты же тоже нередко меня предавал, так ведь? Так. Ну, давай, например, возьмем Танечку Соболь. Предложи меня с ней, при этом. Кто бы говорил о предательстве? Если бы Соболь не бросил тебя, ты бы никогда со мной не осталась. Как говорится, бабло побеждает зло. Ведь у него денег больше, да? Да, Герочка, да. Ну, хорошо, пусть будет так. Так, ну, мальчик мой, ты же помнишь, как я спасла тебе жизнь? Если бы ты не я, ты бы сейчас валялся в какой-нибудь сточной канаве. Так ведь? Вспомнил? Вспомнил. И я думаю, что именно это дает мне право немножечко пожить у тебя, ой, прости, прожить у тебя в квартирке. Так ведь? Понимаешь, в чем дело? И? Мы с тобой расстались окончательно. И наши отношения не возобновятся. А это значит, что каждому из нас нужно так или иначе устраивать свою личную жизнь. И мне бы очень не хотелось, чтобы когда я сюда кого-то приведу, ты будешь здесь расхаживать в одном полотенце. Не хочешь, не будет никакого полотенца. Герочка, ну, дружеские ведь отношения у нас остаются, так ведь? Ну, может быть. Герочка, ну, а что нам мешает? Просто так, по-дружески, а? Я не хочу. Я не хочу, чтобы жена Соболя узнала о том, что у нас с тобой какие-то остались отношения. Я что-то не поняла, при чем тут жена Соболя? Я у нее работаю. Да ты что! Ты до сих пор работаешь на Соболе. Не на всех. Только на любовь к Александру. Да? Да. Что бы я с вами сделала? Я бы вас убила. О, отчаянная баба, а. Ты смотри, в такой ситуации еще хрохорец. Ты бы меня убила, потому что ты считаешь, что я виноват в смерти твоей семьи, да? Да. Ну, а предположим, вот предположим, что убийца не я. Вот тебя бы тогда совесть не мучила? Ой. Что? Вам ли говорить о совести, а? Да ты не хами, не хами. Я только не понимаю, а откуда такая уверенность в моей виновности? У тебя что, доказательство что ли есть? Ты не виноват. Это самое главное. В том, что происходит сейчас, виновата только Линда. Да нет. Причина в ее прошлом. Отвечай за это прошлое мне. Господи, ну ведь не ты же убил ее семью. Нет, не я. Ну я и не помешал, Лиза, понимаешь? Не помешал. Но ты тогда был не в силах. Просто не в силах. Когда я занимался бизнесом, я прокручивал такие комбинации, такие схемы. Все было в моих силах. А тут ошибся, но какой-то мелочи, глупости просчитался. Ты просчитался, господи. Ты не господь бог. Ты не мог ничего предусмотреть. Ирка вообще тут ни при чем. Я считаю, что она заварила эту кашу. Значит, Линде ей отвечать. Ладно. Если, если я даже ошибся, Линда действительно виновна, то я попытаюсь сделать все для того, чтобы смягчить наказание. Что? Если она все-таки виновна, то я считаю, она должна понести наказание по полной программе, потому что моя сестра лежит сейчас в больнице, без сознания. Все, я тебя прошу, ну хватит. В любом случае, мы говорим о Линде, как будто бы ее вина доказана. Это ведь не так. Не переживай, я все выясню. Что все? Я выясню, кто убил семью Сафроновых, кто покушался на твою сестру, кто пытается подставить Линду. Мне твоя упертость. Да ладно. Вов, смотри. У нас должен быть точно такой же малыш. Угу, как получится, Винька. Ты даже не извинишься? Извини. Ты как-то неискренне это делаешь. Извини, пожалуйста. Знаешь, когда у нас родится такой же малыш, он будет таким же красивым. У нас есть с тобой важное дело. Нам нужно с тобой подумать, как его назвать. Винька, скажи, это прямо надо сейчас? Ну, конечно. Давай подумаем. Вот здесь написано, если мы назовем малыша в честь одного из родственников, например, дедушки, ребенок сможет в будущем добиться успехов. Больших. Я не думаю, что роман Шматов это какое-то счастливое сочетание. Боб. Ну что? Что с тобой? Со мной все нормально. Кстати, я в беду попал. Да, Ирина, я еще сомневалась. Но теперь я уверена. Вы оба убийцы. Ну зачем нам? Зачем? Нам твоя Ирина, а? Да вы промахнулись. Она случайно оказалась на моем месте. Ага. А следователь вот так вот нам поверил на слово, да? И отпустил нас с допроса. И у него нет никаких оснований нас арестовать. Да вам всегда удается выйти с Сухим из воды. Бобла-то немереная. Ага. Ну а может быть я все-таки не виновен? Да? А кто же тогда пытался убить Ирину? Ну вот следователь, например, считает, что это могла сделать ты. Я? Да он что, идиот ваш следователь? Да нет, почему же он не идиот? Ты же скрылась с места преступления. А так поступают только преступники. Что не так? Я не преступница. А кто меня хотел убить? Тебе что, мой план не нравится? Любочка, это опасный план. Почему? Ну потому что нельзя относиться к людям как к марионеткам. Рано или поздно ты сама окажешься на их месте. Да не каркой. Ну, как говорится, не плюй в колодец. Пригодится воды напиться. Это Гера, что ли, колодец? Ну нельзя манипулировать живыми людьми, Люба. Это дурно. Это ничем хорошим это не кончится. Ну а что, надо простить Геру? Да пошли ты его, Господи. Ну наделал он гадости в нашем доме. Ну пусть он уходит по добру, по здорову. Ну что ты задумалась, Люба? Ты знаешь, мамочка, а вот все-таки с другой стороны так приятно, когда за тобой ухаживают. Цветы тебе дарят, такие красивые. И вообще, если обо всем об этом не думать, то, знаешь, просто вот почувствовать себя женщиной, я как будто в свою молодость вернулась. Люба, ты без пяти минут бабушка. В чью-то, в его молодость вернулась. Ты в зеркало на себя посмотри. Мам, вот ты знаешь, умеешь ты все-таки сказать приятные вещи. Главное, вовремя. И настроение поднять. Ну, зато правда. Угу. Цветочки лучше в водичку поставь. Я к этому венику не прикоснусь. А я эти прекрасные гиацинты поставлю в лучшую вазу. Чего ты смеешься? Девочка, прости, я просто... Просто никогда бы не подумала, что тебе нравятся женщины бальзаковского возраста. Чем тут нравится вообще? О чем ты говоришь? Это не твое дело. Твое дело исчезло в моей жизни. Поняла? Тихо, тихо, тихо. Ну, Герочка, ну ты же знаешь, я замечательно проводила время с Соболем Павел Андреевичем. Знаешь, хоть и старичок, а ничего себе на самом деле. Ну, может быть, жена его как-то тебе? Ну, ладно, ладно, ладно. Да, действительно. Два сапога пара. Соболь? При чем тут Соболь? Ты? И я. Два сапога пара. Герочка, давай, признавайся. Хочешь жить, Соболь? Да? Да? Глаза смотри. Ну, Гера, ну скажи. Ну, хочешь жить, да? Хочешь. Что с отцом произошло? Его сейчас чуть не убили. Прямо у меня на глазах. как, чуть не убили. Он жив? Ранен? Да не курс, все нормально, все нормально. Слава Богу, я успел. Господи Боже. Да как это все случилось? Вик, ну я тебя прошу, не спрашивай меня сейчас, пожалуйста. Ну хорошо, Громно, ты в порядке? Ты в порядке? Все нормально. Все нормально. Все нормально, Рыжа. Вот такие дела у нас, понимаешь? Так ты что же, не знаешь, что тебя разыскивает милиция, как убийцу? Неужели ты не понимаешь этого? Нет, не знаю. Да все она прекрасно знает. Иначе бы не скрывалась. Я скрывалась по другой причине. Это по какой же такой причине? Неважно. С вами я откровенничать не собираюсь. А если мы тебя заставим? Что? Пытать меня будете? А что нам может помешать? Ладно, отец, хватит ее запугивать. Она и так, посмотри на нее, не добивай ее. Ты что, сочувствуешь, что ли? По крайней мере, я очень хорошо ее понимаю. Мы с ней в очень похожих ситуациях. Ладно, не говори ерунды. Это не ерунда. Это чистая правда. Мы оба скрываемся. Меня тоже разыскивают за убийство. Так что мы очень похожи. Разве не так? Поэтому, милая Линда, давай-ка держаться вместе. Ну, будем друзья по несчастью. Что делать? Жизнь, значит, такая. Хорошо? Если ты нас будешь слушаться, все будет хорошо. Мы не желаем тебе зла. Честное слово. Таня, ну вот скажи, Гера, что теперь? Не человек вовсе? Человек? Не дает мне забыть о том, какой он пронырливый и лживый. Какой болью потом оборачиваются. Его обманут. Угу. Ты хочешь поговорить об этом? Садись. А с чего ты взяла, что я хочу переспать с Любовью Александровной? А разве у тебя какие-то другие планы? Другие. И какие же? Ну, я хочу вернуть ее доверие, потому что она мой начальник. Герочка, ну, если ты хочешь вернуть ее доверие как начальника, то мое пребывание здесь тебе ведь никак не помешает. Правда? Нет. Помешает? Как? Еще как помешает. Ты для нее как красная тряпка для быка. Оно только твое имя вызывает у нее раздражение. Если она узнает, что ты живешь в моем доме, то я снова упаду для нее в черный список. Так что, извини, Стасенька. Ищи другое место. Хорошо. Я поняла. Сейчас ухожу. Лерочка, ну, помни, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. А твоя, Синечка, это я. Голубь ты мой себе закрыла. До встречи. Пока. 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 Я понимаю тебя. Я все прекрасно понимаю. Ну, хорошо. Ну, хотя бы выслушай одну мою просьбу. Ну, сядь рядышком. Если все-таки виновата Линда, то я прошу тебя, не надо ее выгораживать. Лиза, то есть ты предлагаешь мне даже не пытаться ее защитить, как-то объяснить все. Ну, подожди. Ну, для этого существует милиция, Лукин. Это их прямая обязанность. Моя сестра чуть не погибла. Если Линда все-таки виновна, то она должна понести наказание. Потому что она попыталась убить невинного человека. невинного, понимаешь? Хорошо. Я выполню твою просьбу. Ладно. не буду вам мешать поговорить с ней. Только поосторожней. Ну, что, Линда? Я ведь очень хотел с тобой встретиться. Ты хочешь сказать, что рад нашей встрече? Ну, понимаешь, у меня смешанные чувства. Я представлял ее в несколько иной ситуации. Понимаешь? А тут грязь такая. Ну, ладно. Скажи, а ты неужели ты и вправду смогла бы убить моего отца? А? Это что, имеет значение? Если я скажу нет, ты мне все равно не поверишь. Наверное, все зависит от того, как ты это скажешь. Угу. Тогда я промолчу. Господи, Боже, я пока здесь Лилы с тебя могли убить. Я даже ничего не почувствовала. Почему? Ведь мы же вместе. Почему я ничего не почувствовала? А, Николь, ну, все нормально. Мне Лисе ничего не угрожало, Ника. Поэтому ты ничего не почувствовала. Если бы с тобой что-то случилось. Все хорошо. С отцом твоим все в порядке? Да? Все нормально. Не волнуйся. Кто хотел его убить? Ник, я тебя прошу, ну, не спрашивай ты меня. Боб, ну, почему? Я могу знать, я должна знать, я твоя жена. Николь, ну, человек, который покушал самого отца, его разыскивают в милиции за убийство. И я не знаю. А почему он хотел его убить? Я не знаю, они с отцом знакомы. Пойми, пойми, пойми. Все хорошо, все хорошо. Послушай, что с тобой происходит? Герой уже 10 раз доказал, что ему нельзя верить. Ему поверишь, он предаст. Снова поверишь, снова предаст. Не надоело? Надоело. Мне надоело, когда ты оспариваешь все мои решения и не считаешься ни с одним моим мнением, Таня. Глупости. Я сама же первая хотела, чтобы мы вместе все решали. Вместе? Да. А вместе-то как? Когда ты принимаешь решение, а я только должен с ним согласиться, да? Не перегибай. А ты не понимаешь, что ты не даешь мне сделать ни одного самостоятельного шага? Скажите, пожалуйста, а почему твой первый самостоятельный шаг должен быть глупейшей ошибкой? Глупейшей? Я так считаю. Да, глупейшей ошибкой. А если ты хочешь, то пожалуйста, шагай на здоровье под ручку с Герой. Ну тогда я оставляю за собой право делать шаги, которые я считаю нужным. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова